доброе время суток и вот у нас очередная наша поездочка за штампиками сейчас мы добрались да я он мог купил вот такое тут заведение красивыми здесь проходит разнообразные праздники тут достаточно красивая сам замок скажем так восстановленный он был ну и вот мы находимся и я мог пил внутри помещения аудиосистема вот видим следующее такое красиво убранство печечка достаточно красиво то есть соответствующий в этом же стиле все сделано то есть достаточно в хорошем состоянии в данный момент он принадлежит латвия смажа за ним ухаживает терраса который тоже так вот приятно посидеть отдохнуть также у нас здесь выход на сам веранду спуск и вот этот прудик красивенький то есть вот такой же все обустроены но батарея тоже современная потому что чтобы содержать в хорошем состоянии помещения надо отапливать также вот здесь мы видим это охотничий столик украшено также мы видим рогами так как это считалось вместо охотничьего домика то есть усадьба пил ног в дворец охотничий и здесь в основном приезжали отдыхать охотиться развлекаться тут достаточно так исторически все интересно красиво так так же вот мы видим помещение достаточно все чистенько убрано здесь вот на этой картинке мы видим родовое дерево вот мы видим купюру которые использовались превращаются кузов пояснения по годам то есть достаточно понятно это вот то что мы видим черепица кстати мы здесь может быть разберется будет видно то что она эксклюзивная специально заказывалась по производству ну и вот так как мы находимся в охотничьем домике ну точнее гости чем в дворце здесь вот поэтому и получается выставлен разнообразные животные которые обитают в латвии и вот они даже там вот дисплейчики можно нажать кричат и воют так вот здесь мы видим разнообразная герба если наверно не ошибаюсь это тут кто посещал у егерь министр даже на егерь министр всегда любили выпить кстати здесь вот можно пощупать разнообразные шкурки как у животных а также численность нашего зверей для чего как также вот здесь мы видим разнообразные земледельческие приспособления для работы то есть вот посадки деревьев разнообразные также для работы вот по дереву можно как от полу выпилить приспособления то есть как ухаживает то есть разнообразные для очистки для обработки также вот мы видим антикварные бензопилы которые использовались но не все же руками пилить также вот ручные то есть весь практически старинный инструмент который использовался для обработки дерева посадки выращивания также вот мы видим от старинную ружьишка который сверху новую извиняюсь за качество освещение к сожалению и но как есть архитектора видит приборы которые мы используются для измерения нивелируя ну и также веса обработка вот разнообразные тоже измерительные приборы также вот видим коробки спичек которые тоже все посвящены природе целая большая коллекция раньше кстати очень было популярно то есть на коробках печатать разнообразные картинки люди их собирали он даже грибы есть данная входе здесь можно заплатить семейный билетик 12 евриков стоит это удовольствие то есть там прекрасный на втором этаже музей стоит посмотреть также здесь проводятся всякие разнообразные церемонии можно сыграть свадьбу заказать то здесь есть большой зал для торжеств часть к сожалению так вот немножко его реставрируют ну и как и надо по идее время от времени ремонтировать здание сам этот замок был построен 1901 годом и получая достойчиво он считался как охотничий домик рижского барона и он сюда приезжал поохотиться и отдохнуть а также на устраивал здесь балы и вечеринки после этого во время первой и второй мировой войны данное строение немножко было под оккупацией одних и других и также использовали и все кому не лень но в данный момент это получается она относится к рига свалстмэжи то есть управляет им рижский так скажем ну не риск и стал ну латвия свалстмэжи управляет руководство по лесам и находится в таком достаточно хорошем состоянии красивое такое здание все ухоженное и внутри красивый музей который можно посетить посмотреть но нас немножко пугает дождик кто тут пошел но здание такой шикарно это вот мы видим как полагается прудка на нем также располагается центре фонтан данный момент он отключен и выключает по вечерам и также дальше через прудик мы видим парк и достаточно хорошо благоустроенный для прогулок так вот добираемся мы до усадьбы дурба усадьба была основана приблизительно первые упоминания но 1644 году и что мы знаем немножко поэту усадьбу что многократно нас перестраивали то есть и было много разнообразных владельцев и вот как вот видите красиво это такое строение имеет достаточно большую историю так как в если быть достаточно точным в 1923 году данную усадьбу передали нашему известному в латвии поэту райнесу который здесь основала так сказать этот отдых для учителей и учителя могли сладкий приезжать и отдыхать здесь в летний зимний период когда у них отпуска также после этого был здесь когда ушел райнес из жизни был основана музея райны и также частично она была позже опять же частично здание отдана для отдыха детей ну и мы сейчас подойдем туда за штампиком нам нужен штампик во время войны в данных помещениях находился госпиталь первый второй мировой после первой и второй мировой здесь обозрели больницы для туберкулезников заболевания легких а после восстановления республики здесь стал музей она была передана городу и здесь основали музей в котором мы можем немножко приобщиться к истории также предыдущий там от видели на видеополочке там цифриную дальнюю которая собирал ранец как мы видим старинный метр тянин достаточно такой прекрасный вид с окна открывается на вниз и на сам током то есть очень такое удачное расположение замка замок сделан очень в таком достаточно красивом и хорошем состоянии поддерживается то есть достаточно хорошее состояние также мы видим здесь много красивой мебели и утвари то есть если вы хотите погулять советую съездить посмотреть есть чем полюбоваться также разнообразные исторические камены скульптуры всех эпох картины но достаточно много репродукций здесь мы видим полную спальню комнату здесь мы видим шикарный как я люблю стол для вечерних трапез очень красиво такое помещение сделано тоже отреставрировано думаю ты приходишь с бакалычек он тебе приносит слуги очень так красиво также вот то что реально атрибут старого времени мы видим чайнички вот у меня тоже фанатизм я все хочу себе но дороговато купить тульский самовар на углях также проходя дальше можем наблюдать уже модернизацию также это модернизация сразу пересекается с красивыми вот это скорее всего это прихожая была тяжело мне так судить просто но красиво очень шкафа шкафа очень нравится он сделал таком хорошем стиле так вот резной такой шкаф сейчас ты уже не купишь вот посмотрите на отверстие для кругляча который на своеобразной такой манере также мы видим там сверху на шкафу подшляпник который использовался для шляп а вот кстати вот тут как раз получается старая добрая ванна вот это типичный обогрев был нагревался здесь водой там бы дровишки возились и вот душ и ванна тех времен также причин дала для ухода очень красиво делались из серебра то есть такие ручная работа достаточно выполнялась для этого всего очень 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 красиво также мы видим вот это вот типичная детская комната восемнадцатого столетия красиво вот мы можем посмотреть старые вот такой примерно коняшки это для богатых был кинута тележечка для состоятельных только детей простые дети не могли такие позволить игрушки и динут коллекцию тех времен солдатиков точнее что-то установленное что-то что удалось найти также вот здесь теннис от детские кубики изучение от конструктор но не был по новее тоже будет если но смотрю что и 18 столе не эти кубики были такие же как и сейчас продаются не особо сильно это все поменялось также мы видим детскую швейную машинку притом она сейчас не рабочий ну тогда она была рабочий также вот из бумаги вырезались одежда для кукол сама кроватка то есть умывальник да и сундучок нам очень-очень интересно то есть разокрасить можно было на а второй этаж посвящен картинам живописи которая посвящена охотству охотничеству как правильно даже не знаю сказать вот мы видим так как в этом регионе очень много людей любили охотиться и здесь мы видим много картин написанной маслом то есть достаточно красиво сделана экспозиция интересное красивое место также вот здесь вот то что мы ее самое любимое это вот мы видим мушкеты какие шикарные рога очень красиво также вот гладкостойные разнообразные фибомбасы для изготовления ну и вот мы находимся в поместье шлепенбека и на входе мы видим замечательный такой исторический транспортный каток для укладки асфальта данная вот поместье которому сейчас посетим знаменуется в первый раз упоминается в 15 веке и начало его как бы строительство рассчитано было 1484 год данном поместье было 8 владельцев и она достаточно хорошо процветала свое время она как была основана землевладельцем который занимался землей и вот здесь мы видим на картинках время работы данного а это нет этот ответ а ну да и вот мы здесь такой на территорию и начинаем осмотр всего прилегающего что я как раз я все сбился а до основателя вот этого все ему и же было так скажем этот зернов владелец и он занимался зерном и за счет этого была построена здоровая большая поместье с большой достаточной историей здесь также была на этой поместье винокурня то что больше наверно всего нас некоторых это интересует также получалось следующее немножко по истории то есть у нее были взлеты и падения то есть основном она сильно не перестраивалась перестраивалась только при одном владельце также когда настала первая мировая война владелец который был до войны очень долго судился чтобы получить обратно свое поместье но в итоге поместье отдали как раз получается думе и в этот момент на стоит вторая мировая война и после этого приходит советская власть здесь на территориях было много чего тоже кстати при советской власти размещено тут и кпз было то есть и чего и потом она была разрушена после пожара в итоге его начали примерно 78 году восстанавливать частично восстановили его примерно к девяностому году ну связи с того опять латвия получила независимость опять была приостановка и вот на данный момент его опять начали дальше восстанавливать там перепланировочкой но сейчас она находится очень хорошим таком достаточно состоянии здесь мы видим от гостиницы где можно снять ее посетить и отдохнуть про который говорил потому что она у самому как бы поместье не могло себя обеспечить и пришлось сдавать часть территории под разнообразные посещения для того чтобы как-то компенсировать затраты также вот вперед если пройдем мы видим разнообразные что использовались целью мы здесь точно дорожный музей то что используется для раньше для укладки дорог сейчас вот посмотрим вот разнообразные вот эти грейдеры масс видим камаз очень так красиво здесь это тоже для катков чтобы выравнивание впереди мы видим наш знаменитый ракик вот так же трактора которые пользовались знаки которые устанавливались я даже когда-то отказал доупился писал такого плана помню знаки были насколько я антикварный трубы столбики вот это столбики на ее как замотайся так намотайся и то что сейчас и сейчас эти столбики вот кстати разнообразные столбики после аварии также вот мы видим здесь под ногами как какой был вариации асфальта разнообразные уже камушки разнообразные и вот самое такое доисторически можно сказать это каменная брусчатка очень не люблю ее когда ездишь по дорогам и по этой брусчатке да 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 но это единственная хотя с другой стороны нормальная наша дорога которая сделана из брусчатки который не разваливается и без я потому что у нас все остальные асфальтные дороги к сожалению в ямах она в вот м вот и и и вот и Вот здесь еще немножко история, мы видим, вот, разнообразный И вот, костюм химзащиты, полная вариация, как он должен быть на человеке Вот так вот он одевается, также здесь представлены разнообразные кубки, то есть такое интересное место Кстати, вот мы смотрим, вот самое такое, то что задевает электроника старая, вот старые счетные машинки, вот, радио Вот, и вот, конечно же, первые телефоны, вот, напомню, это Соня Эриксон, у друга был такой первый У меня, конечно, поновее уже потом, ну, 90-е годы, да, и вот, самые такие вообще антикварные Вот она, самый первый, Nokia Mobile Q Это ж такой реалитет здесь собран, просто катастрофически красиво и интересно Ой, кстати, сразу вспомнил этот калькулятор электроника, прогресс, ух ты, да, как это было когда-то Классно Красивый, такой достаточно музей используем Очень-очень красивый, интересный Очень интересные экземпляры, всякой техники, к сожалению, да, тут, некоторые, вот, последний техосмотр у него 95-го года Вот, вот, это вся техника, которая использовалась на строительстве дорог общественного пользования Вот мы даже видим вручное такое приспособление Это вот одна из первых катков по укладке Асфальта Также более новая Это уже у нас в 70-е годы Данная вот эта вот впереди, вот эта красивая, вот эта же, грейдер Ну, как я понимаю, думал, что это то, что он не совсем самоходный Нет самоходный, да, мотор у него маленький, но маховик такой Также вот еще грейдер Очень достаточно, так интересно Ну, конечно, место рабочего водителя было не совсем удобным Вот этот двигатель приводной на ремне, здоровенный Вот, самое интересное, как их заводят, вот эти двигатели, посмотреть очень Это, как я понимаю, тоже, что-то из этого, но, скорее всего, это таскать Ну, вот, не знаю, не буду врать, что у нас все это написано Гейдер прицепной к трактору, да, как я и думаю, его таскать к трактору Так же, мы видим, вот еще Добрый старый мотошинк Вот это салон у него так был Жарко, конечно, летом в таком Ну, ничего не сделаешь Музей, кстати, очень мне понравился, интересно О, и самое веселое, это вот старый добрый картинг На таких я, правда, не ездил, тут смотрю уже на пневматике, тормозы Тисковые, даже не старый, это новый И вот машинка рабочая Красивая, да, интересность Не ожидал попасть так вот нечаянно в такой замечательный, интересный музей Как-то вот мегмоходы, но при том он бесплатный, находится в тупомсе Да, красиво, красиво, интересно очень Прекрасный музей Ну, и вот мы посещаем это красивое, замечательное место Янпилс Отпутас Янпилс То есть Янпилс Следующая у нас отметочка Упоминается он в 1301 году Хотя у меня, да, тоже в 1301 году Вот мы видим, сейчас происходит у него реконструкция Его восстанавливают Потому что в прошлом году он потерпел очень серьезные разрушения У нас был очень крупный большой град, который повредил у него черепичную крышу И на данный момент эта крыша восстанавливается Были выбиты окна, а также поврежден фасад И вот на данный момент это сейчас все ремонтируется И вот сейчас мы пройдем, посмотрим вовнутрь Мы видим прекрасный парк, который здесь Это просто замечательный маленький городок Тоже, как он имеет название Янпилс Но, к сожалению, здесь очень мало людей живет И он разрушается Так, замечательное, красивое место для прогулок Я думаю, когда его отреставрируют То есть они планируют каугу, что и закончат ремонтные работы То будет очень все красиво выглядеть А вот так же мы наблюдаем пушечку, прекрасную пушку С которой когда-то, может быть, и пару раз стреляли Но сейчас она не эксплуатируется Да Здесь все работают работники Так что, ну, наша задача сейчас мы пройдем вовнутрь Так же сам заплатить за экскурсию денежку Ну, да Это тратится, тратится Ну, да то красиво, интересно А вот тут ремесленники начнут посидеть Интересно, ну Красивый такой внутренний дворик Замечательно оборудован Вот сегодня Красивое такое помещение Так же, походу, кафе есть И нам надо найти музей Куда нам обратиться, чтобы получить наш очередной штампик Сейчас мы вот тут О О Ну да, тут помещение не очень много открыто Но есть очень интересная вот библиотека Я не помню, как это правильно называется Это типа Хармония реставрованная То есть Вон там вот снизу мы видим Ногами ты Создаешь воздух Здесь Глазиры Там всякие штучки И вот ты играешь Вот оно Как это открыто выглядит Очень интересная, кстати, вещь И достаточно редкая Цены немалой На локальное помещение Красивое сделано Сейчас пока все еще на реставрации У нас Ну, как вначале я говорил Когда мы сюда подошли Все еще ремонтируется Но Очень интересно То есть Мы дождемся Когда будет реставрировано И попытаемся сюда Вновь попасть Чтобы Оно славится В полноценном Объеме Место И вот Место вот Хорошего Красивого Вот Хорошо Красиво Ну Надо ходить ходить Интересно 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 Такие вот Наши задачи Мне очень нравится Ну Деньги требует немало Такое Объехать У нас уже это Седьмое место Но я уже поправился Интересно скажем Хотя бы есть цель Почему стремиться Такой красивый Все-таки Внутренний двор Очень довольный Пока идет у нас Все путешествия По плану Здесь много чего Нужно Посмотреть Ну и вот Фотографии как сильно Повредило Это буквально Вот Так вот Раздолбало Все очень сильно Было повреждено Все Это вот От крыши Практически Живом месте Не осталось Ну Сейчас все это Надеюсь Установится Будет очень хорошо Красиво Что я могу сказать Мы Здесь очень по-быстренькому Потому что у нас Еще Много Запланировано Ну Немного Еще одно место Хотим попробовать успеть Но Сюда мы обязательно Вернемся В Ямпелс Чтобы снять побольше Будет отдельно Надеюсь я выпущу видео Ну Может не в этом году Может позже Но Будет отдельное видео Так что Надеюсь получится все Потому что Здесь очень большая территория Очень красивая И Хочется все Посмотреть Заснять Но У нас Слишком Сжатые планы И Планы хочется Возобновить То есть Ну Чтобы все получилось Так что Едем Едем Бежим 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 Ну и вот Наша Так скажем Финальная Точка Мы добираемся До Добольского замка И нам сейчас надо найти Где в него вход Мы надеемся Что мы найдем И успеем поставить Еще один штампик У нас такая Авантюрная уже задача Получить Еще один штампик И вот мы заняты Этой авантюрой Ну а так и просто сюда тоже Мы давно собирались ездить Ну как то у нас не получалось То одно то другое Ну тут красиво очень да Я много раз проезжал здесь мимо Эта территория И нам надо попасть туда во внутрь наверное Вон наша цель А это красивый замок Где можно погулять Тут иногда праздники устраивать Развлечения Он Очень такой Сталенький Точно я не помню Что это 12 столетие Где то так 12 века Или даже Не помню Не буду пока врать Но я сделаю тоже Вот на этом месте Это будет отдельное видео Мы отдельно сюда посетим У нас отдельная будет поездка Знаешь я часто ездил в этот город Добылы Но как есть так есть И вот надеюсь нам сейчас повезет Мы получим штампик Поднялись наверх Для Для Посмотреть Что тут у нас Давно здесь не был О У них кстати какой то праздник города Я отсюда вижу То есть даже удивляет меня это Ну а так интересное место Вот и мы нашли крышу Поднялись Развалины Да Красиво красиво такой вид открывается Ну доблась вершину На город На речечку Прекрасное Спокойное Красивое место А наверх К сожалению Наверх Закрыто Но Мы довольны этим Это наша Финальная точка На сегодня То есть Мы усмудрились Сегодня Посетить Шесть Замечательных Мест И Отметиться Так что Подписываемся Ставим Лайк Мне Очень Нужны Подписчики Так что Шесть мест За день Шесть отметок Посмотрим Сколько У нас Следующий Раз Выйдет Но Думаю Что Не Так Много Думаю 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 Думаю